доброе утро уважаемые трейдеры приветствую вас в начале новой торговой пятидневки собственно как всегда возвращаемся на финансовые рынки и смотрим за тем что же интересного происходит о них сейчас хочу сделать небольшую ремарочку сегодня буквально сегодняшнего прифинга мы начинаем транслировать еще и через перископ то есть дополнительный канал коммуникации чтобы каждый кто соответственно следит за нашими информационными выпусками нашел подобрал для себя самый лучший приемлемый способ для того чтобы оставаться постоянно на связи соответственно уверен что перископ будучием скажем таким трендом настоящим набирает обороты в плане интереса может быть скажем такой формат тем более онлайн трансляция будет более приемлем во всяком случае что касается в целом системы все остается как и всегда вы прекрасно должны понимать что речь идет о целостной оценке фундаментального фона о основных макроэкономических событиях тенденциях которые происходят на финансовых рынках но и разумеется я буду рад обратной связи от вас поскольку любые вопросы которые сейчас возникают касательно перспектив того или иного актива это вопросы которые подпадают собственно в нашу специфику деятельности я буду рад прояснить какую-то отдельную ситуацию также хочу отметить что сегодня в 15.30 по московскому времени состоится очередной вебинар правильный понедельник с большим удовольствием соответственно вас приглашаю туда где мы снова быть им прошлой неделе скажем проследим основной фундаментальный фон обозначим преемственности фундаментальной картины потому что в очередной раз я хочу сделать ставку на то что именно следить отслеживать общий новостной фон сейчас очень важно потому что делать какой-то прогноз строить рекомендацию отталкиваясь от одного события это очень неправильно но вот если мы анализируем целостный фундаментальный фон мы на складываем как мозаику реально те ожидания которые можно закладывать в основу тех или иных инвестиционных идей мы прекрасно анализируем целостный фундамент по регионам и на основании этого уже построим долгосрочные инвестиционные идеи поэтому стараемся сохранить эту преемственность правильный понедельник его ключевой посыл заключается в том что мы должны прекрасно понимать с каким новостным запасом мы переходим в новую неделю и соответственно к чему нам стоит готовиться уже на основании того наследия который уже есть и на основании тех отчетов которые у нас еще впереди на повестке обсуждения и соответственно нашего анализа вебинар пройдет сегодня в 15 30 по московскому времени разумеется с радостью вас всех там буду видеть и поэтому не забывайте о том что также у вас есть возможность формате онлайн задавать там вопросы и мы будем собственно с вами на прояснять ситуацию по тем вопросам которые вас интересуют еще раз ключевые события прошлой недели те макроэкономические отчеты релиза на которые стоит обратить внимание в рамках предстоящих 5 дней но и заключительный слайд как вы знаете это ориентиры по основным наиболее ликвидным дуэтом валютных активов поэтому соответственно правильный понедельник сегодня прежнее время в 15 30 по московскому времени но теперь давайте понемногу переходить к нашему брифингу не забывайте о том что буквально до конца этого года мы запустили очень интересную акцию которая позволяет вам получить все бонус на пополнение в размере 20 целых 16 сотых процента то есть понятно что символичная дата связана с новым наступающим новым годом поэтому пока что те бонусы которые анонсировал я мы их несколько опустили вернемся разумеется к ним в январе после того как пройдет вот это предновогоднее рождественское ралли и разумеется после того как перестанет действовать эта акция на этой неделе как вы знаете у нас серьезнейшее новостное событие серьезнейший повод я думаю что если все пойдет по маслу так как хотелось бы нам то мы сможем увидеть очень стремительный рост американской валюты и соответственно сможем добраться до нашего долгосрочного ценового ориентира который обозначен в районе по паре юздиена 125 потому что волатильность обещает быть аховой если мы посмотрим опять же на динамику тенденции последних дней очень многие скажем сходится во мнении что вот эти немного нелогичные тенденции которые мы наблюдаем они опять же прежде всего связаны с тем что рынок готовится к какому-то чудовищному с точки зрения последствий событий на на финансовых площадках рынок ждет безумной волатильности я думаю что именно такую мы и увидим вспомните и цб каким образом это событие сказалось на динамике не только европейской валюты фрс по представлению многих может оказаться еще более серьезным решением потому что фрс это потенциальное повышение как а срочных процентных ставок что может произойти впервые за 10 лет но немножко также отвлеклись давайте все-таки пойдем по нашему размеренному сценарию начнем мы сегодня как и всегда в ходе брифингов с нефти здесь стоит констатировать тем статус главного аутсайдера главного это прям без привлечения потому что если мы будем проецировать опять же дневную динамику особенно пятничной торговой сессии и переведем на а стоимосной эквивалент то получится что нефти буквально смысле каждый час пятницу теряла по проценту ну так условно говоря понятно что разгрузка чудовищная лоу 3772 сейчас бренд торгуется в районе 38 10 наша цель была в районе 40 долларов за баррель как только мы добрались до этого ориентира я предложил несколько отойти сначала от торговли на бренда мы дам бьюти потому что дальше ситуация может быть весьма непредсказуемой ну могла бы быть непредсказуемой потому что велика вероятность тем тогда я подразумевал технического отскока снова возвращение в район 45 долларов за баррель и не хотелось рисковать особенно тогда когда мы все-таки прекрасно знаем то что тот новостной фонд который мы имеем дело создает куда больше оснований для разгрузки позиции бренда именно это сейчас и происходит почему же бренд так скажем активно теряет стоимостные позиции пункты это прежде всего связано с общим актуальным фоном который резонирует от прошлого заседания опек мы прекрасно знаем то что сейчас опять же знаем по факту прошедшего заседания ближневосточного картеля о том что передел рынка продолжается и каждый ключевой производитель но даже в рамках опек борется за свою долю мы видели противостояние между саудовской аравии и ирана мы знали то что иран будет задействовать все красноречие чтобы убедить саудовской аравии снизить объем производства с рекордных значений и тем самым высвободить долю на рынке которую они бы могли занять перспективе после окончательного снятия финансовых экономических санкций вроде бы как все логично предсказуемо но никто не думал о том что саудовская аравия не хочет уступать собственную долю и даже несмотря на такие призывы понятно что высокопарные речи мы услышим связанные с тем что мы не против снизить объемы производства лишь бы позиция были с было солидарно лишь бы у нас было единое мнение с а прочими производителями нефтересурсов а сша с россией но в то же время с ираном но этой солидарной позиции судя опять же по протоколам ее как таковой не было все стороны высказали вроде бы как необходимости действительно разработки совместных мер и дорожной карты которая могла бы восстановить и стабилизировать цены на энергоресурсы но в конечном счете этой дорожной карты сейчас никто не притерживается и даже первого шага в этом направлении сделано не было потому что первый шаг он же ключевой стимулирующий определяющий это снижение а квоты производства и ее не снизили 30 миллионов баррелей в сутки как было так и остается фактические объемы еще выше мы знаем то что на иран а буквально на прошлой неделе я думаю что трейдеры еще продолжают спекулировать на этом фоне сообщили о том что они за последний месяц увеличили объем производства на 245 тысяч баррелей сутки и фактически доведя общий объем производства более чем до а 4 миллионов баррелей в сутки и мы знаем то что помимо ирана ирака есть еще иран который также готов задействовать все свободные производственные мощности и в принципе поднять планку производства примерно на таких же уровней и даже несмотря на то что садовская аравия не сна и не стало снижать собственно объем производства я считаю то что это не будет препятствием вследствие которого откажется от того чтобы увеличивать экспортные поставки думаю что это все таки будет и это в принципе уже позволяет нам говорить о том что фактически объем производства будут куда больше куда выше это значит то что на совокупный объем выработки энергоресурсов углеводородов в рамках опека превысит наверное 32 с половиной миллиона баррелей в сутки в перспективе ближайших 3-4 месяцев и уж точно будет держаться выше 33 к концу этого года основание для того чтобы изменилась сейчас ситуация тенденция нет все таки нужно понимать что опека реально заинтересован в ослаблении цен на нефть потому что в принципе мы знаем что только таким образом ближний восточный картель будет отстаивать свою долю на рынке и даже замахиваться на потенциальную экспансию а бренд с этим активно терять я думаю что это реальная долгосрочная тенденция она будет развиваться и дальше ну и вроде бы как сейчас очень просто сделать ставку на дальнейшее ослабление но я допускаю возможность сейчас локального отскока потому что на прошлой неделе мы видели как сломался тренд связанный с ростом запасов нефти сша и наверное если в ходе предстоящих отчетов опи именно энерго в среду мы увидим все-таки снижение объемов запасов в рамках соединенных штатов америки я думаю что он скажем на повестке без новостного характера без серьезных событий этот фундамент может все-таки оказать поддержку покупателям а соответственно энергоресурсов бренды wta и позволить может быть снова начать двигаться в район 40 долларов за баррель но это такой сценарий который лишь позволит нефти несколько отскочить но все равно мы будем рассматривать этот актив с точки зрения коротких сделок потому что только так у нас появится шанс занятия новый среднесрочный а может быть даже долгосрочный сэл с более комфортных и привлекательных уровней но пока залазить в этот актив я не рекомендую давайте дождемся все-таки супер события этой среды фрс посмотрим как она повлияет она повлияет на динамику активов на стоимость сливых активов и после того как мы уже окончательно подведем итоги и цепи фрс это буквально конец этой недели тогда будем строить уже новый инвестиционный день поэтому по бренду тех кто находится в коротких сделках молодцы если вы не вышли раньше потому что сейчас профит еще более солидный а те кто вышел при достижении профитного ориентиров 40 долларов за баррель расстраиваться не стоит рынок дал нам хороший профит и я уверяю вас мы найдем еще более лучшую возможность для занятия новой сделки уже и получим свой профит уже в новом году что касается пары usd rap понятно что актуальные котировки вот на премаркете 7022 указывают на то что рубль был вынужден столкнуться с девальвацией и это девальвация позволила нам добраться до нашего профита в районе 70 против американского конкурента поэтому хочу поздравить вас всех тех кто присоединился к нашей идее и не отказывался от точнее даже не игнорировал те предпосылки которые присутствовали на рынке и предпосылки создающие основания для девальвации а курса национальной валюты я знаю то что на рынке были идеи даже в коментах еще раз напомню наблюдал что очень многие были не согласны с тем что рубль столкнется с еще одной чередой и волной распродаж но мы видим что сейчас это по факту происходит рубль действительно теряет свои позиции и я думаю что при сохранении понижательной тенденции по нефти мы будем наблюдать еще более низкие значения и соответственно по рублю далее идем делая акцент еще на процентную ставку на 11 процентов у нас ставка рефинансирования она осталась на прежнем уровне что ж такое ставка пока неизменно мы акцентировали внимание на то что изменять монетарную политику ни в коем случае сейчас не стоит потому что если бы ставка была снижена еще раз на инфляцию было бы оказано еще больше давления поэтому мы ориентировались на то что российский центральный банк оставит ее на уровне в 11 процентов и соответственно не будет создавать им дополнительную нагрузку на курс национальной валюты еще раз прошу прощения актуальные котировки говорят о том что на рубль действительно продолжает пребывать под серьезным прессом то что а цб не стал менять процентную ставку это правильное решение потому что в противном случае мы бы увидели в перспективе скажем нескольких кварталов еще большую нагрузку на национальный актив связи с ростом уровня инфляционного давления поэтому по-прежнему ориентируемся только на нефть и соответственно ожидая еще больше ослабления нефтяного актива мы делаем ставку на соответствующий соответствующую просадку и по курсу национальной валюты каким ориентиром можно руководствоваться дальше я думаю что это будет скорее всего сопротивление 71 до него мы доберемся в ближайшее время и при том что новостной фунт по нефти не меняется основание для этого по-прежнему есть те кто добрался до профильного ориентира 70 можно в принципе выйти из расположения пары ездера потому что профит уже очень хороший но те кто ориентируется на то что нет будет еще больше слабеть можно уже замахиваться на более агрессивные ожидания по соответственно слабости курса национальной валюты думаю что как бы пессимистично это не было конечно же преддверии нового года но быть может мы сможем столкнуться с очередным витком девальвации соответственно увидим значение в районе 71 далее идем европейская валюта против доллара актуальной котировки на текущий момент 10962 знаем то что в принципе сейчас очень многое будет зависеть от позиции фрс знаем то что европейская валюта долгосрочно имеет достаточно оснований для ослабления если посмотрим на заключительную торговую сессию прошлой неделе то а сможем констатировать в принципе очередной локальный бычевый пыта чем он был связан это с публикации данных по индексу потребительских цен германии я ориентировал вас на этот отчет потому что в принципе его можно использовать как предвосхищающий перед выходом уже официальных данных по индексу потребительских цен еврозоны но этот отчет в пятницу больше поддержал позиции европейской валюты потому что мы увидели значение на прежних уровнях в принципе 0,1 процента это в месячном эквиваленте но целых 0,4 процента это годовой эквивалент то есть негативные тенденции мы не заметили но в принципе если говорить в целом про уровень инфляции он все равно находится на очень низких значениях и мы понимаем что стоит только ценам на энергоноситель оказать еще большее давление на уровень инфляции значит и индекс потребительских цен снова ползет вниз и подтачивает за собой по принципу цепной реакции такой же показатель в рамках еврозоны это как раз системный серьезный риск который и создает соответственно угрозу для стабильности экономической системы в рамках валютного блока но и в принципе может стать ключевым фактором который подтолкнет ецб на более агрессивные меры экономического стимулирования и в частности мы все-таки должны дождаться конечно же еще один шаг который предполагает возможность расширения программы количественного смещения если уж это произойдет значит ецб по сути создаст еще более серьезное долгосрочное основание для такого же серьезного ослабления европейской валюты то есть мы ориентируемся на ближайший ценовой ориентир который сейчас находится в районе 1 05 да это долгосрочная цель актуальной котировки 10962 то есть получается до этого значения можно еще поймать профит больше чем 400 пунктов но евро непременно пойдет к этому рубежу далее может быть значение еще ниже потому что все-таки если к этому уже на мы будем вооружены не только осознанием того что и цепь обязательно станет действовать у нас еще добавится аргумент связанный с тем что и фрс ужесточать монетарную политику создает соответственно бус для американской валюты у нас будет два серьезных повода для того чтобы не обращать внимание не на локальные выпады неважно какие они будут я допускаю даже в случае очередного катаклизма в рамках китая который в августе сплоцировал а тот выпад в район 1 18 который мы видели но даже это не сломает а те ориентиры которые присутствуют медвежьего характера в рамках евро доллара и эти ориентиры указывают на то что европейскую валюту нужно дальше активно солить но здесь ни в коем случае не перегибайтесь причем потому что очень важно чтобы нагрузка на депозит была незначительна и даже при очередной игре маркет-мейкеров вы смогли пересидеть эту просадку а после соответственно с участниками рынка двинуть к тем ориентирам которые создают долгосрочную основу для этого дуэта валютных активов что касается каткосрочной цели здесь стоит руководству с уже новым отложенным ордером селл стоп с уровня 1 0 9 10 я предлагаю использовать его этой профитом 1 0 8 стоп лосс 1 0 9 50 далее идем во фон против на доллара здесь актуальная актировка 1 51 93 напомню что у нас была раньше идея она сохраняет актуальность каткосрочная это селл стоп с уровня 1 51 3 профит 1 49 стоп лосс 1 51 70 соответственно здесь нужно делать ставку на то что дорогой фунт создает серьезную угрозу для конкурентоспособности национальных производителей это раз мы знаем то что инвестиции потребительские цены находятся на низких значениях мы знаем на фоне прошедшего супер четверга с точки зрения монетарной политики банк англии что монетарное руководство против повышения процентной ставки и не видит оснований для разгона индекса потребительских цен к целевому значению в перспективе ближайших полутора лет это очень много и соответственно вот четыре серьезных фактора еще можно приписывать потенциальный рост доллара в связи с решением фрс пятый а может быть даже его поставить на первое место пять серьезных факторов которые предполагают это серьезные предпосылки для сохранения понижательного импульса британской валюты и движение соответственно в район 1 50 это наш ближайший ориентир я уверен то что как только мы основу опустимся в район 1 50 оценим уже актуальный новостной фон я думаю что будут какие-то дополнительные аргументы и наверное с большей долей вероятности пойдем еще ниже но пока для среднесрочных трейдеров уровень 1 50 для какосрочных трейдеров можно руководствоваться той идеи которую я обозначил доллар и японская иена здесь актуальная оппировка 121 0 9 я очень удивлен конечно же что сейчас доллар больше теряет против японского конкурента но я думаю что это временное явление потому что доллар может слегка и реабилитироваться уже по сути в эту среду когда нас ожидает очередное заседание фрс и соответственно публикации процентной ставки на прошлой неделе в пятницу у нас было два серьезных отчета это роничные продажи в сша и индекс цен производителей роничные продажи оказались сегодня прирост действительно стоящий он указывает на то что американские потребители используют те выгоды которые связаны со снижением цен на энергоносители снижение цен позволило им сэкономить больше средств и направить их на потребление я думаю что перед новым годом перед соответственно рождественскими праздниками вот-вот роничные продажи будут скажем простимулированы просто фактом того что нужно делать подарки и уже в следующий раз когда мы будем анализировать этот отчет мы получим еще более серьезную статистику что в целом будет создавать хорошее основание для соответственно сохранения жестких комментариев со стороны фрс и сохранение вот этого цикла постепенного роста процентных ставок потому что я еще раз отмечаю что а то повышение процентной ставки которая скорее всего мы дождемся самое ближайшее время она будет только первым шагом потому что фрс реально планирует поднять ставки чуть ли не до одного процента а может быть даже и выше поэтому ориентируемся на фрс на эту среду прекрасно понимаем что за последнее время у нас уже сформировалась целостная картина указывающая на то что доллар нужно и дальше покупать основания для этого предостаточно и в связи с тем что макроэкономические отчеты только поддерживали американцы системно у нас сложилось четкое представление о том что фрс уже вряд ли будет оттянуть резину и пойдет на повышение процентной ставки вот до конца этого года вероятность повышения процентной ставки сейчас оценивается более чем 85 процентов против 88 который мы наблюдали недели ранее соответственно ждем стаку ждем это прорывное решение и надеемся на то что она станет тем самым драйвером для того чтобы пара юсдена добралась до нашего ценового ориентира в районе 125 далее идем юсдката что касается актуальной котировки 1.3727 напомню что после того как мы добрались до уровня 1.35 я предложил вам взять паузу пока не торговать этим дуэтом валютных активов потому что была вероятность отката вниз соответственно вероятности ослабления американца против канадца и я тогда допускал что не все-таки еще может взять и локальную паузу для проторговки и все-таки порадовать еще и быков сейчас этого не происходит мы видим то что пара поднялась по сути более чем на 200 пунктов еще от уровня 1.35 но по-прежнему торговать этим дуэтом валютных активов я считаю что очень опасно сейчас поэтому с вашего позволения давайте мы еще подождем подождем как пройдет эта среда и как соответственно она скажется на американской валюте после того как у нас уже будет проанализированный весь фон мы буквально в четверг уже снова вернемся перспективам этого тандема валютных активов и посмотрим на те уровни на которые можно ориентироваться все-таки юсдкад нам дал уже достаточно профита давайте сейчас не будем жальничать и залазить на вроде бы как предсказуемый тренд того что это восходящее движение будет продолжаться а вы только представьте если бренд сейчас нащупать основание но и сможет оттолкнуться от минимальных уровней это тут же станет причиной серьезной коррекции пары юсдкад лучше пока этого не допускать не будем гадать давайте работать по фактам поскольку сейчас у нас нет идеи нет не должно быть открытых сделать по паре юсдкад поэтому предлагаю сейчас сохранять эту ожидательную позицию еще хотел пару слов сказать про австралийца в принципе с новозеландцем видим то что коллекционный тренд сохраняется австралийцы потерял больше 100 пунктов около 100 пунктов по итогам прошлой торговой сессии сейчас торгуются на уровне 0 7195 а в принципе я делал ставку на то что мы ожидаем еще одно снижение процентной ставки мы видим уровень инфляционных ожиданий мы видим как катастрофически падают цены на железную руду который является главным экспортным товаром для австралии это серьезные риски которые будут и дальше оказывать давление на австралийца тем более что если мы получим еще одно подтверждение через а силу американца через повышение процентной ставки тогда у нас уже будут все козыри на руках чтобы добраться до уровня 0.70 новозеландская валюта 0.67 снижается локальный хай прошлой пятницы был в районе 0.67 80 помните когда снизили процентную ставку я сделал акцент на комментарии представителя резервного банка новой зеландии биллера о том что а тот восходящий выпад который мы наблюдали по факту снижения процентной ставки это было нелогично он временный и биллер тогда допускал возможность что после того как рынок одумается в связи с тем что произошло и связи с скажем теми параметрами которыми наверное должен сейчас руководствуется в принципе новозеландский рынок то дальнейшие ожидания они будут сводить этот актив к медвежьим коррекционным посылам и это позволит нам приблизиться к нашей долгосрочной цели но 67 сейчас мы делаем ставку на еще больше ослаблений я думаю что мы вполне можем добраться даже до ближайшей поддержки 0.65 ну собственно на этом все что касается важных событий а сегодня то достаточно спокойно торговой сессии в 13.00 выйдут данные по промпроизводству еврозоны разумеется на этот счет стоит обратить внимание но постольку поскольку а все-таки сейчас рынок уже на статистику не обращает ровным счетом никакого внимания потому что ясно что сейчас ключевой драйвер для рынка это фрс и все будет зависеть уже от того как трейдеры а с учетом уличных настроений подойдут к этому событию ну и разумеется с учетом того как это событие позволит а пережить всем трейдерам маркет-мейтерство я все-таки считаю то что на этот счет все-таки можно посмотреть и завтра мы конечно же проанализируем цифры по этому а по промышленному сектору еврозоны еще раз большое спасибо за внимание если есть вопросы вы знаете что их можно задавать на нашем специальном канале на ютюбе но либо в нашем специальном на форуме форума маркетс где у меня есть аналитическая ветка всего доброго до свидания